Итак, коллеги, еще раз всех приветствую. Меня зовут Воронов Александр, я продакт-менеджер по оборудованию E-Star. Также с нами сегодня Эдуард Макаев, наш пресейл по продукции компании E-Star. И сегодня мы расскажем вам о том, как заработать с компанией E-Star, рассмотрим вопросы, связанные с продуктовой линейкой, с партнерской программой, рассмотрим возможности по сокращению расходов наших партнеров, особенно на первоначальном этапе. И также будут другие достаточно интересные темы, моменты, связанные с продукцией, с промо-программами и многим другим. И прежде всего хотелось бы сказать несколько слов непосредственно о самом производителе, о вендоре, о производителе оборудования и о компании IP-Матика также. Компания E-Star является одним из ведущих производителей решений для малого и среднего бизнеса и занимается производством телефонных станций, voiceover IP-шлюзов, а также сервисов, которые обеспечивают каждой компанией малого и среднего бизнеса, а также и начального сегмента enterprise бизнеса, те услуги и сервисы, которые ежедневно необходимы для работы компании. Компания входит в топ-3 производителей Китайской Народной Республики, а также в топ-10 мировых производителей оборудования для телекоммуникаций. Рост доходов компании E-Star ежегодно составляет не менее 30% в год, несмотря на те условия, в которых сейчас весь мир находится. Тем не менее, компании удается успешно расти за счет постоянных инвестиций в исследования, за счет разработки новых продуктов, за счет активного продвижения на рынках, как российском рынке, так и мировых рынках также. Центральные офисы компании E-Star находятся в двух странах – это Китай и Америка. В компании работают более чем 200 сотрудников, и продукция компании продается в более чем 100 странах мира. Компания E-Star регулярно участвует в различных выставках международных, посвященных телекоммуникационному оборудованию, и также регулярно получает призы за счет того, что те сервисы и те услуги, которые предоставляются оборудованием и программными продуктами E-Star, являются для определенных сегментов рынка наилучшими и наиболее востребованными и интересными. На российском рынке компания E-Star присутствует уже 11 лет. И все эти годы она рука об руку идет с компанией IP-MATIC. Непосредственно сама история компании E-Star на российском рынке началась именно с этого сотрудничества. С компанией IP-MATIC пройден достаточно длительный путь. Совместные инвестиции в развитие партнеров, совместные инвестиции в развитие продуктов, ежегодный рост объемов бизнеса, увеличение количества партнеров, увеличение объема услуг, которые предоставляются партнерам. Все это на протяжении 11 лет происходило из года в год. Для каждого партнера очень важно иметь надежного вендора, надежного дистрибутора. Понятно, что каждый партнер при своей деятельности, он вкладывается в развитие этих отношений, вкладывается в развитие продукта, участвует в этом. И должен быть уверен в том, что и вендор, и дистрибутор будут его поддерживать. И, собственно, это будет продолжаться длительное время. Такое сотрудничество будет успешным. Не секрет, что сейчас в мире в связи с различными ситуациями, в связи с экономическими проблемами, в связи с коронавирусом, ряд производителей или дистрибуторов в определенной мере в отдельных странах сворачивают свое сотрудничество, сворачивают свою деятельность. И в таком случае те партнеры, которые работали с данными компаниями, испытывают определенные неудобства и проблемы. Безусловно, очень важно, чтобы та компания, которая занимается развитием продукта, которая предлагает свой продукт, в частности на нашем рынке, на российском рынке, имела хорошую длительную историю и имела, даже в той ситуации, в которой работает сейчас, собственно, много компаний, имела долгосрочные планы по дальнейшему развитию как своих продуктов, так и развитию своей партнерской сети и увеличению объемов продаж. Компания E-Star с большим оптимизмом смотрит на российский рынок, и не прекращается производство и разработка новых продуктов, не прекращаются инвестиции в развитие продуктов и в развитие партнеров. То есть здесь мы чувствуем себя вместе с компанией E-Star очень уверенно и хотим передать свою уверенность также и нашим партнерам. Пару слов о компании IP-MATICA. IP-MATICA не просто дистрибутор оборудования в привычном понимании этого слова, но также и тот дистрибутор, который помогает своим партнерам. Мы считаем, что недостаточно просто продать, так скажем, коробку и забыть про нее после продажи. Мы сопровождаем каждый проект, мы сопровождаем практически каждую продажу оборудования производства компании E-Star нашему партнеру от начала, от возникновения первичного интереса до, собственно, завершения цикла продажи, завершения сделки. Мы обладаем большими возможностями для такого рода поддержки, поскольку компания IP-MATICA имеет сбалансированный портфель продуктов, куда входят не только телефонные станции, не только ВСР-IP шлюзы, не только программные продукты компании E-Star, но и достаточно большой объем оборудования телекоммуникационного других производителей родственных, так скажем, которые мы используем для формирования решения для конечного заказчика. Компания IP-MATICA обладает очень серьезной экспертизой во многих областях телекоммуникаций, обладает большим объемом технических специалистов, пресейлов. У нас имеется демонстрационный зал. Мы помогаем партнерам в подготовке технических заданий и занимаемся очень много другими вопросами, которые помогают партнеру начать сотрудничество и продолжить его вплоть до развития, до самого высокого партнерского уровня. Что важно для партнера, который начинает сотрудничество с дистрибутором, начинает сотрудничество с новым вендором? Безусловно, каждый партнер при начале сотрудничества понимает, что продукт и сама продукция нового вендора требует определенных вложений. То есть, как минимум, необходимо обучить продавцов, необходимо обучить технических специалистов, собственных пресейлов. Необходимо посмотреть, попробовать, как работают сервисы, посмотреть на оборудование. Необходимо понять, какие есть ключевые преимущества этого оборудования по сравнению с оборудованием других производителей. Необходимо подготовить технические задания, конкурсную документацию. Есть достаточно большое количество вопросов, которые возникают перед партнером, который собирается начать сотрудничество с новым вендором. Мы, как компания IP-Матика, как дистрибутор, есть такая аббревиатура VAD, Value-Added Distributor. Мы помогаем партнеру в этом. На протяжении всех этих этапов мы поддерживаем партнера и помогаем ему войти и получить компетенции по работе с новым вендором. В объем этих компетенций входит бесплатное обучение инженеров на собственном портале Академии E-Star, бесплатные маркетинговые материалы. У нас имеется, как я уже ранее говорил, большое количество специалистов, которые готовы подготовить совершенно бесплатно пресейл по вашим проектам, рассчитать конфигурацию оборудования. Безусловно, это важно, поскольку сразу понять, каким образом можно составить правильную конфигурацию, выигрышную конфигурацию в том или ином конкурсе или тендере, или просто для того, чтобы обеспечить заказчика именно тем количеством интерфейсов, тем количеством сервисов, которые ему нужны. Для этого нужно достаточно хорошо разбираться в оборудовании, понимать, как оно устроено, понимать, какие сервисы и лицензии в данном конкретном случае необходимы. Мы помогаем в этих вопросах нашим партнерам, делаем это совершенно бесплатно, и таким образом каждый партнер сокращает свои расходы на начальном этапе сотрудничества. То есть он может начать сотрудничество, используя ресурсы нашей компании и не вкладываясь собственными ресурсами в обучение специалистов, в приобретение новых компетенций, приобретение оборудования и, собственно, не проходя полный цикл адаптации в своей компании оборудования и сервисов нового вендора. Мы помогаем здесь буквально в каждом вопросе, предоставляем оборудование на тестирование программного обеспечения. Любой вопрос, который возникнет перед вами на начальном этапе сотрудничества, мы помогаем вам решать. Просто идем с вами буквально рука об руку до момента вашего полного осознания, понимания, насколько вам необходимо, насколько вам интересно данное сотрудничество. На данном слайде нарисован конвейер. На конвейере напечатаны на коробочках информация и представлены продукты компании Vistar. И, собственно, конвейер нарисован недаром, потому что компания Vistar и R&D, то есть отдел разработки компании Vistar, Vistar очень активно работает, очень активно производит новые продукты, новые сервисы. Есть огромные планы на 2021 год по разработке новых продуктов. И, соответственно, эти планы будут воплощаться в жизнь, локализовываться и превращаться в продажи на нашем российском рынке. Далее мы, собственно, рассмотрим те продукты, которые у нас уже имеются и готовы к продаже. Ну и также посмотрим на те планы, которые мы ожидаем в ближайшей перспективе. Одним из наиболее продаваемых продуктов компании Vistar являются VoiceOver IP-шлюзы. VoiceOver IP-шлюзы предназначены для терминации интерфейсов, старых аналоговых интерфейсов в IP-сеть. То есть, если у нас имеется большое количество, у заказчика имеется большое количество аналоговых телефонных аппаратов, если у нас имеются цифровые каналы связи, если у заказчика отсутствуют какие-либо вообще каналы связи, а есть только возможность подключения к сетям мобильных операторов, во всех этих случаях VoiceOver IP-шлюзы E-Star помогут решить задачу. Причем объем этих шлюзов, объем портов шлюзов, сама конфигурация применения того или иного оборудования может быть абсолютно гибким. Можно составить тот объем устройств, который необходим в данном конкретном случае, и все они будут работать в рамках одной корпоративной телефонной сети, управляться будут телефонными станциями E-Star, которых мы поговорим немного позже. Шлюзы, VoiceOver IP-шлюзы E-Star имеются стоечного исполнения, имеются настольного исполнения и имеют различное количество с точки зрения портов, от 1 до 32. Соответственно, сфера применения VoiceOver IP-шлюзов, наиболее часто мы видим в наших продажах, что малопортовые шлюзы, одно-, двухпортовые, четырех-, восьмипортовые шлюзы для подключения телефонных аппаратов используются для терминации точек операторами связи, то есть устанавливаются операторами связи на последние мили для подключения телефонов пользователей. В больших объемах такие продажи, собственно, у нас идут, и шлюзы работают очень надежно, качественно, как с точки зрения звука, так и с точки зрения каких-либо ошибок. Никаких проблем с этими устройствами за последние несколько лет мы практически не видим. То есть нет отказов, нет рекламаций, шлюзы работают по принципу установил, включил, работает, никаких к нам отказов и ошибок не приходит. В малый и средний бизнес в этот сегмент рынка уходят в основном шлюзы стоечного варианта, которые устанавливаются в 19-дюймовые стойки и могут агрегировать в себе достаточно большое количество аналоговых линий. С точки зрения сокращения расходов малого и среднего бизнеса бывают очень интересные шлюзы, с помощью которых можно обеспечить подключение к сетям мобильных операторов. В любой точке, где находится компания, независимо от того, есть в данном месте традиционные проводные услуги связи, есть ли там проводной провайдер, можно на начальном этапе либо в виде резервного канала связи установить VoiceOver IP шлюз, подключиться через него к сетям мобильных операторов и таким образом обеспечить возможность полноценной работы офиса компании через сеть мобильного оператора. Таким же образом можно обеспечить некоторое сокращение расходов на исходящие вызовы с использованием определенного вида тарифов. Более подробно о линейке телефонных шлюзов E-Star нам сейчас расскажет Эдуард Макаев. Мы подробно рассмотрим каждую модель, какое количество портов в каждой модели присутствует, и, собственно, какие, в принципе, у нас модели VoiceOver IP шлюзов имеются. Спасибо, Александр, коллеги, здравствуйте еще раз. Как вы можете видеть на слайде, линейка шлюзов E-Star различается по буквам. Начнем с линейки TA, это аналоговые шлюзы с портами FXO и FXS для подключения внутренних аналоговых телефонных аппаратов или аналоговых внешних линий, внешних аналоговых номеров. Серия TG для подключения, для использования GSM и UMTS каналов, то есть для подключения мобильных операторов, SIM-карт. И серия E-Star TE-TB, это для подключения потоков E1, B1. Шлюзы серии TA поставляются как с одним портом, с четырьмя, с 8, с 16 и 24 и 32 портовые шлюзы. На слайде вы можете видеть форм-фактор данных шлюзов. Отличие портов FXS от FXO в модели шлюзов, отличие только в единичке. То есть, к примеру, E-Star TA1600 это шлюз с портами FXS, E-Star TA1610 с портами FXO. И так по всем шлюзам. То есть, TA400 порты FXS, TA410 порты FXO. Чтобы не запутаться, можно в голове держать. Цифра 1 обозначает порты FXO, внешние аналоговые линии. Нули это FXS, внутренние аналоговые телефоны. Шлюзы серии TG для подключения мобильных операторов также поставляются в различных вариантах с одной сим-картой с двумя GSM-каналами, четырьмя, 8, 16. Шлюз E-Star TA1600W на 16 GSM портов поставляется в комплекте с активных 8 портов. Для того, чтобы активировать все 16 портов GSM, необходимо докупить плату. Ее вы можете видеть на слайде справа внизу E-Star GM8. То есть, для того, чтобы обеспечить 16 каналов, необходимо купить TG 1600 и докупить к нему плату. По умолчанию идет 8 каналов. Шлюзы для присоединения потоков у нас в двух вариантах. Это с одним потоком и с двумя потоками. Соответственно, шлюзы серии TE100 и TE200. Ну, шлюзы, это замечательно. С помощью шлюзов мы можем подключить терминальное устройство, цифровые каналы связи, аналоговые городские соединительные линии можем туда агрегировать в IP-сеть. Но кто же будет управлять всем этим хозяйством в итоге? В итоге всем этим хозяйством у нас управляют телефонные станции. IP, ATS, E-Star, S-Series являются бестселлером, по факту лидером продаж в этой области. Телефонные станции S-Series очень популярны на российском рынке. Огромное количество компаний используют их для своей деятельности. Станции обладают объемным сервисом, практически полностью покрывающим все задачи, все потребности малого-среднего бизнеса. Причем в каждую из этих телефонных станций включена бесплатная запись переговоров. То есть это совершенно бесплатно. Эта функция работает в каждой станции. Конечный заказчик, партнер может использовать эту возможность абсолютно без каких-либо дополнительных расходов. Кроме того, также очень удобным является функция автопровижена любых имеющихся телефонов, практически любых имеющихся на рынке телефонных аппаратов, SIP-телефонов, любых производителей. То есть с данной функцией, уже включенной в состав программного обеспечения, любая установка, любая инсталляция телефонной станции E-STAR происходит быстро, без каких-либо больших временных затрат. С помощью автопровижена станции автоматически определяют телефонные аппараты подключенные, и таким образом процесс инсталляции по времени существенно сокращается. Кроме того, надо отметить, что телефонные станции E-STAR-S серии являются модульными. Что это такое? Это означает, что в состав телефонной станции могут включаться модули, содержащие в себе различные интерфейсы. Это могут быть FXS-интерфейсы для подключения телефонов, FXO-интерфейсы для подключения городских телефонных линий. Также в состав АТС может быть подключен GSM-модуль, соответственно, на задней части телефонной станции есть разъемы для подключения антенн. Можно подключить цифровой канал ISDN к АТС. Таким образом, для решения задачи конкретного заказчика, можно собрать ту конфигурацию станции, которая ему в этот момент необходима. Либо потом добавить те модули, которые понадобятся впоследствии. Кроме модулей, которыми расширяется телефонная станция, к АТС также могут подключаться любые типы Voice or IP-шлюзов E-STAR, о которых мы говорили ранее. Телефонные станции E-STAR-S серии поддерживают емкость от 20 до 500 пользователей. Каждая модель обладает определенным количеством пользователей, максимальным количеством пользователей для подключения, и старшие модели могут расширяться с помощью, опять-таки, специальных модулей, устанавливаемых в АТС. Для кого предназначена в основном данная линейка телефонных станций? Это, в первую очередь, малый и средний бизнес. Станции обладают возможностью индивидуальной компоновки и обладают оптимальным сочетанием стоимости и функционала, который уже включен в эти телефонные станции. Фактически никаких расходов дополнительных, кроме первоначального приобретения, конечный заказчик при приобретении этого оборудования не несет, один раз покупает, вечно пользуется, все сервисы самые необходимые в составе уже имеются. То есть оборудование надежное, срок гарантии этого оборудования составляет 3 года, отказов практически нет и, соответственно, нет и забот о конечного заказчика после приобретения оборудования со всеми этими сервисами. Далее посмотрим немного подробнее, какие модели в этой линейке существуют и какие возможности у них имеются. АТС ЕСТАР серии S, как уже сказал Александр, поставляется в нескольких вариантах в зависимости от количества абонентов. На слайде вы можете видеть самую младшую модель. Начнем с нее. Это ЕСТАР S20, которая ориентирована на 20 внутренних абонентов. Далее идет S50 на 50 абонентов, S100. По умолчанию включает в себя 100 абонентов, но допускается расширение с помощью внутреннего модуля до 200 внутренних абонентов и до 60 одновременных вызовов. И старшая модель ЕСТАРа серии S, S300, которая по умолчанию включает в себя 300 абонентов и может быть расширена с помощью установки дополнительных модулей до 500 внутренних абонентов и до 120 одновременных вызовов соответственно. Хотел бы отметить, что расширяемость реализована в моделях S100 и S300. S20 и S50 они не расширяются. Они идут именно на то количество, которое анонсировано. Также у нас в серии S есть АТС S412, является лидером продажи, которая позволяет подключить до 20 абонентов, имеет до 8 одновременных вызовов и уже включает в себя аналоговые интерфейсы. А именно это 2 FXO линии уже реализованы в S-серии и 8 FXS линий. И есть еще возможность доукомплектовать АТС с помощью внутреннего модуля и расширить тем самым емкость до 4 FXO линий и до 12 FXS линий. Хочу также добавить, что данная модель, телефонная станция S412, очень удобна для замены устаревших аналоговых телефонных станций Panasonic малопортовых, которые, собственно, обладают также определенным количеством двухпроводных городских линий подключенных и также небольшим количеством телефонных аппаратов аналоговых. В данном случае замена происходит быстро, плюс дополнительно конечный заказчик получает весь функционал, все IP-сервисы, стандартные для всей телефонной линейки телефонной станции S-серии. Да, как я уже сказал, серия S412 имеет возможность максимально использовать 12 FXS портов и 4 FXO порта. По умолчанию включено 8 FXS портов и 2 FXO порта. То есть актуально, когда заказчик, как уже сказал Александр, имеет небольшое количество сотрудников и аналоговые телефоны. Для того, чтобы поставить АТС и подключить всю инфраструктуру друг к другу, не надо ничего докупать, только одну АТС. Дальше мы рассмотрим модульную архитектуру Естара, поговорим о том, как это выглядит, какие модули бывают, что они дают, и вы будете понимать, какие модули использовать. На слайде вы можете видеть все существующие модули для активации портов. Это O2 для активации линий FXO. Сама плата имеет, сам модуль имеет 2 линии, активируются 2 линии FXO. S2 активирует 2 линии FXS. Как мы уже говорили ранее, FXS это для подключения телефонных аппаратов аналоговых, и FXO для подключения внешних аналоговых линий. SO – модуль для подключения, для активации одной линии FXO и одной линии FXS. Модуль B2 для активации и подключения двух линий BRI и потоков, и модуль для подключения к мобильным операторам GSM и МТС-ЛТЕ. Соответственно, активирует одну сим-карту. И хотелось бы отметить, что модуль SO обладает одной интересной особенностью. Поскольку к нему подключается как телефонный аппарат, так и городская соединительная линия, то при отсутствии питания в офисе происходит замыкание линии городской напрямую на телефонный аппарат. Таким образом обеспечивается резервная связь в случае отсутствия питания для возможности вызова аварийных служб. Да. Также на слайде вы можете видеть очень интересную схему работы, очень популярную схему работы. Когда АТС у нас подключена к интернету, к АТС подключены аналоговые телефонные аппараты, и тем самым строится работа. Но что делать, когда у нас пропадает проводное подключение к интернету в организации, и для того, чтобы у вас продолжала работать телефония, не было простоев в организации, вы могли принимать и совершать звонки, eStar предлагает использование LTE-модулей в АТС, которые позволяют вам в случае аварийной ситуации и поломки проводного интернета получать интернет по мобильным сетям. То есть даже если у вас в организации пропадет проводной интернет, вы всегда останетесь на связи. На слайде вы можете видеть картинки, как, собственно, происходит установка модуля. Мы открываем верхнюю крышку АТС, на АТС видим плату, плата имеет в себе коннекторы, и, соответственно, тот или иной модуль, который нам необходим, в зависимости от задач, мы подключаем к плате. Также в eStar серии S реализованы модули, которые позволяют, в первую очередь, D30 расширить мощности абонентов, мы говорили ранее на моделях S100 и S300, по умолчанию идет малое количество, 100 абонентов и 300 абонентов, но есть возможность расширить. Все это достигается с помощью модуля D30, который устанавливается в саму АТС внутрь. Модуль расширения для S100 и S300, который увеличивает на 100 абонентов и на 30 одновременных вызовов емкость АТС. Также модуль плата EX08, которая устанавливается внутрь АТС и позволяет подключать на нее модули с портами O2, S2, LTE и так далее. То есть мы эту плату устанавливаем в АТС, а на нее устанавливаем необходимые модули. И также плата EX30, которая устанавливается в АТС для подключения потоков Е1. Как это выглядит, вы можете видеть на картинке, на слайде. Для примера у вас S100 и S300. Внизу мы видим большие платы. Это платы для подключения потока Е1, правее плата для подключения модулей. Кружочками обведено место подключения платы расширения D30. Как говорил ранее, при подключении модуля расширения к S100 вы получаете увеличенную емкость в абонентах до 200 и в одновременных вызовах. Так как при увеличении абонентов, соответственно, одновременных вызовов станет больше. И чтобы не столкнуться с новой проблемой в потолке одновременных вызовов, ЕСТАР также расширяет количество одновременных вызовов. При подключении двух модулей расширения на АТС S300 вы сможете добиться до 500 внутренних абонентов и до 120 одновременных вызовов. По умолчанию идет 300 абонентов и 60 одновременных вызовов. На плату EX08 мы выбираем в зависимости от задачи, какой нам модуль нужен, какой порт нам необходим, для каких целей. Модуль S2, O2, SO, либо модуль GSM, UMTS и модуль BRI. Эти все модули подключаются на плату EX08 и по умолчанию плата EX08 не комплектуется, поэтому необходимо закладывать. Но если боитесь запутаться, то, конечно, пишите на пресейл, здесь мы это имеем в виду и закладываем ваши проекты. И обязательно об этом вам говорим. Спасибо, Эдуард. И далее мы переходим к новой линейке телефонных станций ЕСТАР P-серии, которая запущена буквально на днях. Данная линейка телефонных станций предназначена для более требовательных конечных заказчиков, которые активно используют функции унифицированных коммуникаций в своей деятельности. Но есть интересный момент, опять-таки, интересный момент связан с тем, что телефонные станции P-серии являются также модульными, причем модульность эта поддерживается аналогичной с линейкой S-серии, то есть те самые модули, о которых нам рассказывал Эдуард, могут быть использованы также и для телефонных станций ЕСТАР P-серии. Здесь имеется преемственность, здесь не нужно думать о том, какие модули использовать для одной линейки телефонных станций, какие модули использовать для другой линейки телефонных станций. Эти модули те же самые. То есть это достаточно удобно, достаточно практично. Причем в комплекте, В коробочке с модулями для телефонных станций идет несколько панелей, которые можно использовать при установке в тот или иной вид оборудования. Панели разные, для АТС P-серии они одни, для С-серии другие, но обе панели идут сразу же в комплекте. Линейка телефонных станций P-серии также позволяет подключать от 50 до 500 пользователей, также имеет в составе в своем несколько моделей телефонных станций, но гораздо более функционально по уровню, по объему сервисов. Линейка телефонной станции P-серии позволяет обеспечивать возможность использования собственного колл-центра с хорошо развитой отчетностью, позволяет активно использовать различного рода сервисы для операторов, для секретарей, визуализировать возможности перевода вызовов, позволяет обеспечить конференц-связь на базе собственной платформы, позволяет использовать подключение к CRM-системам, причем эти функции разрабатываются и продолжают разрабатываться в течение и этого года, и в последующих лет также планируется достаточно большой объем новых функций, новых сервисов, которые будут интегрированы в эту платформу. Малый и средний бизнес, который сумел в существующих условиях перестроиться, сумел воспользоваться преимуществами удаленной работы, может быть очень востребован такого рода сервисами и устройствами. В данном случае также у малого и среднего бизнеса имеется возможность выбора тех или иных услуг, которые могут предоставляться данной линейкой телефонных станций. Про возможность выбора этих услуг мы поговорим на следующих слайдах. Итак, три модели в данной линейке существуют. П-550, П-560 и П-570. Соответственно, производительность этого оборудования существенно выше, чем телефонных станций S-серии, в связи с тем, что планируется использование и используется более функциональное программное обеспечение, более функциональные услуги для пользователей. Станция обладает модульной структурой и интересным моментом также является то, что в состав АТС включен NFC-модуль. NFC-модуль позволяет произвести настройку IP-адреса телефонной станции, не подключаясь к IP-сети, просто с мобильного телефона. Таким образом, впервые подключаясь к телефонной сети заказчика, станция уже подключается с правильным IP-адресом и может сразу же начинать работу, можно сразу же начинать ее обслуживание из инфраструктуры непосредственно заказчика. Телефонные станции P-серии обладают максимальной емкостью, соответственно, 50 пользователей, модель P560 от 100 до 200 пользователей и модель, соответственно, P570 от 300 до 500 пользователей. Соответственно, с этим меняется и количество одновременных вызовов. Каждая из этих телефонных станций обладает возможностью использования различного типа модулей, и две старшие модели P560 и P570 имеют возможность подключения всех типов модулей, которые, собственно, существуют, начиная от модулей FXS-FXO и заканчивая каналами E1. NFC-модуль для первоначальной настройки очень, повторюсь, удобен для того, чтобы сразу же интегрировать готовую телефонную станцию в IP-сеть заказчика. Происходит это буквально в течение нескольких минут и существенно облегчает жизнь системному администратору при имплементации данной телефонной станции, ну, либо компании, которая производит настройку системы. Интерфейс для обслуживания телефонных станций P-серии, так же, как и S-серии, полностью русскоязычный. Внешний вид интерфейсов немножко отличается. В P-серии он более продвинутый, более функционально насыщенный. При входе в интерфейс обслуживания мы сразу же видим всю нагрузку, можем оценить состояние телефонной станции в различных критериях, можем оценить количество звонков, загрузку процессора, использование памяти, можем осуществить необходимые настройки, которые, собственно, увеличат производительность. Система управления телефонной станцией строится на базе дерева. Открывая определенные разделы этого дерева, мы попадаем в настройку различных параметров, необходимых нам на данный момент. И так же для телефонных станций P-серии существует новый подход с точки зрения оплаты. Есть три плана. Базовый план, план Enterprise и план Ultimate. Базовый план для телефонных станций P-серии включает практически все сервисы, которые у нас имелись в телефонных станциях S-серии. То есть это базовые сервисы для обычной деятельности любого офиса, любой компании малого-среднего бизнеса. Это автосекретарь, это запись разговоров, это возможность переключения вызовов, создания различных групп и так далее. И кроме того, в базовый план дополнительно у нас включаются здесь возможности коллективного взаимодействия. Это программное приложение Lingus. И так же здесь в базовом плане уже мы тоже имеем возможность использования дополнительных пользователей, являющихся операторами, секретарями нашей компании. И эти пользователи смогут более удобно, более быстро и с помощью визуального интерфейса управлять звонками. То есть сохраняется, повторюсь, для базового плана весь объем обычных привычных сервисов, плюс некоторые сервисы добавляются для удаленных сотрудников и для секретарей, операторов для управления вызовами. План Enterprise и план Ultimate для телефонной станции по серии являются годовыми планами. То есть, имея телефонную станцию по серии любой модели, можно приобрести на год какую-либо из годовых подписок Enterprise план или Ultimate план и получить дополнительный функционал, дополнительные выгоды, которые интересны для работы именно в этот временной период. Для Enterprise плана основными функциями дополнительными, которые добавляются, являются сервис удаленного доступа и центр обработки вызовов. С помощью сервиса удаленного доступа можно подключаться к телефонной станции через webinterface, осуществлять удаленное управление, осуществлять возможность производства вызовов, принятия вызовов, управления вызовов через webportal, точно так же, с помощью приложения Linkus, с помощью приложений, встроенных в систему удаленного доступа. Колл-центр компании, построенный на базе телефонных станций по серии, обладает большей частью возможностей профессионального колл-центра. То есть, там имеется доска реального времени, на которой можно видеть состояние вызовов, имеется возможность распределения вызовов по операторам, контроль очередей и так же многое другое. Хорошо развита система отчетности. План Ultimate предполагает возможность использования видеоконференц-связи конечными заказчиками, производства вызовов через WebRTC и использования веб-интерфейсов, собственно, для организации сессии видеоконференц-связи. Видеоконференц-связь может модерироваться, участники этой конференции могут быть управляемыми, могут предоставляться права голоса, могут не предоставляться. То есть, это зависит уже от системного администратора, от модератора данной сессии. То есть, вот такой достаточно большой набор планов имеется, встроенных в телефонные станции по серии. Причем, Enterprise план и Ultimate план интересен для партнера тем, что он ежегодный, то есть партнер может продавать конечному заказчику этот план каждый год. Соответственно, каждый год дополнительно получая прибыль при продаже такого тарифного плана. То есть, это не разовая продажа телефонной станции, как это обычно всегда бывало. Это возможность получения регулярной прибыли с помощью продажи тарифных планов. Панель оператора, которая входит в состав тарифных планов, представляет из себя визуализованную версию, ну, можно так сказать, что справочника, в которой мы видим абонентов телефонной станции, мы видим состояние этих абонентов, кто разговаривает, кто занят, и можем перетаскивать входящие вызовы на этих абонентов просто с помощью мышки. Соответственно, это облегчает работу оператора, ускоряет работу оператора. Оператору не нужно задумываться о том, на какой номер перевести, нажимать кнопки. Все достаточно просто и быстро реализовано. Колл-центр, который реализован, собственно, в программном обеспечении телефонной станции P-серии, обладает, как я уже ранее говорил, возможностями, достаточно большим количеством возможностей настоящего профессионального колл-центра. То есть, это и профессиональное распределение вызовов, и возможность включения автосекретаря, запись разговоров, панель очередей визуализованная. То есть, можно видеть непосредственно на своем экране каждому оператору состояние звонков и понимать, какое количество звонков приходит на этого конкретного оператора. Супервизор может видеть распределение звонков по всем операторам и управлять этим процессом. Соответственно, отчетность позволяет строить отчеты по каждому оператору, в целом по колл-центру. То есть, можно понять, как работает колл-центр, можно оценить эффективность, можно перестроить его работу таким образом, чтобы все вызовы получали наивысшее качество обслуживания. То есть, инструмент управления сервисами SLA также включен в данное программное обеспечение. С помощью пользовательского портала каждый пользователь при наличии соответствующего тарифного плана может воспользоваться удаленно всеми функциями телефонной станции P-серии, такими же, какими может пользоваться и локальный абонент. То есть, это функции обнаружения состояния присутствия, это возможность производства аудио-видеозвонков, это возможность управления звонками. То есть, практически любой функционал, который доступен локальному пользователю через пользовательский портал, будет доступен и удаленному сотруднику. Приложение Lincos – это приложение именно для удаленных сотрудников, разработанное для них. Приложение может устанавливаться на мобильные телефонные аппараты с операционной системой Android или iOS, может устанавливаться на персональные компьютеры. Приложение работает на телефоне и на персональном компьютере как одно и то же приложение. То есть, все вызовы вы можете видеть и на своем ноутбуке, и на своем телефоне, и управлять ими в зависимости от ваших потребностей. То есть, Lincos – это приложение, которое всегда с вами, с ним вы всегда на связи и в курсе всех событий, которые происходят в офисе и с вашими клиентами. Для исходящих вызовов с помощью данного приложения вы можете использовать корпоративные линии связи, при этом ваш звонок у вашего конечного заказчика отобразится с вашим корпоративным номером, и также вы можете принимать звонки также на корпоративные номера с помощью этого приложения. Видеоконференц-связь обеспечивает возможность создания до четырех конференций одновременно. Запуск конференции происходит по ссылке, то есть, достаточно кликнуть ссылку, и, собственно, уже абонент подключается в конференцию. Модератор может управлять режимами конференцами, приглашать участников, либо давать слово, либо отключать участников. Автопровижн – хорошая и правильная традиция, по которой в телефонных станциях S-серии возможность автопровижна предоставлялась для практически всех телефонных аппаратов, для СИП-телефонных аппаратов, имеющихся на российском рынке, также продолжается и в линейке телефонных станций P-серии. То есть, фактически, в настоящее время телефоны E-Link, наиболее распространенные у нас, телефоны Fanville могут также для P-серии подключаться с помощью функционала Автопровижн, добавляются другие производители, и буквально через непродолжительное время АТС P-серии смогут обеспечивать Автопровижн тоже всех производителей, которые продаются сейчас на российском рынке. Все перечисленные функции, касающиеся функционала, возможности телефонных станций P-серии, о которых я только что сказал, это уже реализовано в программном обеспечении. Но в ближайшем будущем нас ждет очень много новых событий, очень много нового функционала, которое будет добавляться. И часть из этого функционала, мы можем сказать уже сейчас, какая будет, это будет возможность управления физическим телефонным аппаратом с помощью программного приложения, это будет облачная версия P-серии, это будет программная версия P-серии, то есть можно будет приобретать не физическую телефонную станцию на определенное количество портов, а можно будет приобретать лицензию на программный продукт. Это будут добавлены дополнительные функции интеграции с CRM-системами, чаты, календари, справочники и многое другое. Есть целый роудмэп от компании E-Star, в котором подробно описано, какие функции ожидаются в следующем квартале, в следующем полугодии, в следующем году. То есть мы идем вперед вместе с компанией E-Star, мы разрабатываем новые функции, новые интерфейсы для наших заказчиков, мы нацелены на активное продвижение этих функций, этих сервисов на российском рынке. Пару слов о решениях класса Enterprise от компании E-Star. Да, такие решения тоже имеются. В первую очередь компания E-Star позиционирует свою продукцию для малого и среднего бизнеса, но тем не менее у компании есть решения и для операторов связи, и для начального сегмента Enterprise. И таким решением для сегмента Enterprise являются IP-телефонные станции K-серии. Телефонные станции K-серии позволяют обеспечить подключение до 2000 пользователей. Реализована телефонная станция может быть в виде полностью программного обеспечения, либо уже с установленным программным обеспечением на серверах. Программное обеспечение может устанавливаться в виртуальную инфраструктуру заказчика, обеспечивается возможность резервирования телефонной станции. Станция имеет очень хорошо развитый API-интерфейс. То есть интеграция с помощью API-интерфейса с какими-либо приложениями третьих производителей, с биллинг-системами, с отельными приложениями, с CRM-системами происходит достаточно просто, быстро и несложно. Такие случаи у нас периодически возникают, и партнеры без особенных проблем настраивают такую интеграцию. Для кого в первую очередь интересна данная линейка? В первую очередь интересно для предприятий, заводов, учреждений, имеющих соответствующую емкость, госпиталей, гостиниц, аэропортов, министерств и ведомств. Телефонные станции K-серии у нас устанавливаются практически в любые из этих учреждений. Есть установки. Даже такие критические к надежности сервисов организации, как аэропорты, также используют данную телефонную станцию для своей деятельности. А сейчас Эдуард немного расскажет нам о том, каким образом эти телефонные станции могут поставляться, ну и о некоторых нюансах данных АТС. Спасибо, Александр. Как уже сказал Александр ранее, вариант поставки серии K всего два в составе сервера, когда программное обеспечение уже установлено и активировано, и остается только поставить сервер в инфраструктуру заказчика. И вариант поставки в виде программного обеспечения, когда вы сами выбираете, где должно быть развертывано программное обеспечение, может быть, в СОДе у заказчика, если такой есть вместе с сервером, или же это может быть виртуальная инфраструктура, когда нет мощностей своих. Из нюансов в составе сервера уже имеет свой жесткий диск, и также сервер имеет резервный источник питания для резервных ситуаций. В случае программного обеспечения вы прави выбрать, где его развернуть. Это дает гибкость как вам, так и заказчику для того, чтобы внедрить телефонную станцию. Также серия K имеет в себе автопровижн, то есть автонастройку телефонных аппаратов, таких как E-Link, Fanville, Snow, Cisco, H-Tech, Gigaset. То есть, в принципе, все самые основные бренды, представленные на рынке. То есть вы сможете не только настроить, но еще и мониторить и обслуживать свой парк телефонных аппаратов через веб-интерфейс АТС. Очень удобно для администраторов, в первую очередь для настройки, и также для мониторинга, что с телефоном происходит. Также серия K имеет функционал горячего резерва, когда, докупив лицензию на резервирование, вы сможете обеспечить резервирование своей телефонной станции в компании на случай аварии. То есть резерв происходит в режиме актив-пассив. У нас основная АТС в статусе активном. Как только пассивный мониторит статус активного, и как только активный перестает быть доступным, роль активного сервера пассивный берет на себя. То есть благодаря резерву вы сможете обеспечить работу телефонии в своей организации без простоев. И также, как пример, схема реализации на АТС серии K в инфраструктуре заказчика, где головой в телефоне выступает АТС серия K. Также к ней подключены шлюзы, подключены аналоговые телефонные аппараты, если такие у заказчика имеются. Может быть, в дочерних предприятиях установлены АТС серии S, если там численность сотрудников меньше. И это все объединено в одну инфраструктуру под одним брендом, которая очень хорошо и качественно работает. Да, здесь хотелось бы еще отметить, что неважно, какого рода инфраструктура связи имеется у заказчика. Если у конечного заказчика имеется большое количество аналоговых линий с аналоговыми телефонными аппаратами и двухпроводных городских линий. Ну, так вот сложилось, что такая инфраструктура у него есть. В любом случае мы можем рассчитать и обеспечить ту конфигурацию, которая позволит агрегировать все имеющиеся интерфейсы в новую телефонную станцию и обеспечить новыми сервисами всех сотрудников данного заказчика. Если в случае аналоговых телефонных линий мы можем использовать Voice Over IP шлюзы, FXS Over IP шлюзы с большой плотностью портов, соответственно, в этом случае телефонная станция у нас получается как бы полностью аналоговая, но с возможностью IP. В другом случае, если у заказчика хорошо развита IP-телефонная сеть, есть IP-телефонные аппараты и есть телефонная станция таких производителей, как Hawaii, например, либо Mitel, либо еще каких-либо производителей, имеющие достаточно высокую стоимость, имеющие высокую стоимость годового обслуживания, и заказчик хотел бы сократить данные расходы. В данном случае мы также можем решить эту задачу с помощью установки программной версии телефонной станции, которая будет агрегировать на себе уже имеющиеся IP-телефонные аппараты. То есть заказчик в данном случае существенно сократит ежегодные затраты. Кроме того, возможны комбинации любых, абсолютно любых вариантов и сочетания аналоговых цифровых IP-интерфейсов. То есть в данном случае вся система будет работать как единая корпоративная сеть и более того, в качестве выживающих выносов, если таковая необходимость существует, могут использоваться телефонные станции P или S-серии. В этом случае при отсутствии канала связи между центральной АТС и выносом связь на данном конкретном выносе все равно будет обеспечиваться за счет работы функционала непосредственно той АТС, которая на нем установлена. Хотелось бы еще отметить, что у компании Естар имеется, помимо решений для малого-среднего бизнеса и для сегмента начального интерпрайса, имеется решение для интеграторов и для операторов связи. Это облачная коммуникационная платформа. Собственно, это программное обеспечение, которое позволяет создавать виртуальную АТС, полностью идентичную по своим сервисам и по своему составу услуг, железной телефонной станции, ну, железной в кавычках. Таким образом, партнер может предоставлять конечному заказчику виртуальную АТС, которая по своему функционалу и возможностям подключения полностью идентична. Заказчик использует виртуальную АТС в том временном диапазоне, который ему необходим. И далее, собственно, АТС можно продавать еще раз, еще раз и еще раз. Таким образом, обеспечивая бесконечный цикл продажи одной и той же телефонной станции. Причем данная виртуальная АТС может быть очень гибкой. Количество портов настраивается индивидуально самим администратором данной платформы. И таким образом, услуга, предоставляемая партнером конечному заказчику, также является вечной. То есть можно, приобретя один раз данную платформу, постоянно продавать эти виртуальные телефонные станции. В некотором смысле это можно представить в виде, так скажем, сдачи в аренду физических АТС, которые мы сейчас все знаем, с которыми хорошо умеем работать. То есть только здесь, в данном случае, вместо аренды физического устройства мы предоставляем в аренду виртуальную АТС. Кому это в первую очередь может быть интересно? В первую очередь может быть интересно интеграторам и операторам связи. Но, как правило, крупные операторы связи уже имеют подобные системы. Мелкие и средние могут быть в этом вопросе заинтересованы. Очень быстрый запуск виртуальной АТС возможен с данной платформы. Происходит это практически парой кликов мышки, и виртуальный АТС создается. При данном процессе в сторону конечного заказчика уходит соответствующее письмо автоматически. Нажав на ссылку в данном письме, заказчик подключается к интерфейсу управления уже созданной для него персональной телефонной станции. Сама платформа предоставляет возможность создания до 100 виртуальных АТС на одной платформе. Всего на платформе может быть запрограммировано, установлено до 2000 номеров, и количество одновременных вызовов в рамках платформы составляет до 500 одновременных вызовов. Настройка осуществляется быстро, гибко. Каждый заказчик получает полностью собственную виртуальную АТС, которую можно управлять. Развертывать ее можно, данную платформу, как на базе собственных физических серверов, так и на базе возможностей и услуг, предоставляемых дата-центрами, провайдерами соответствующих площадок. Одним из наиболее интересных моментов, также хотелось бы отметить, что у E-Star есть интересное приложение. Называется оно E-Star Remote Management. Продукция компании E-Star, VoiceOver IP, шлюзы, телефонные станции S-серии, P-серии, K-серии. Очень большой ассортимент, большое количество устройств. Но интересный момент заключается в том, что администрировать все эти устройства, всю корпоративную телефонную сеть, можно из одного интерфейса. Этот интерфейс называется E-Star Remote Management. То есть, если у вас есть на обслуживании ряд компаний, которые обладают достаточно большим количеством телефонных устройств производства компании E-Star, там неважно, это телефонные станции или VoiceOver IP, шлюзы, вы можете в режиме одного окна настроить контроль данных устройств, данных организаций, видеть на одном экране состояние этих устройств, видеть ошибки, можете настраивать данный вид экрана, можете выводить важные сведения, скрывать неважные. То есть, таким образом, система и контроль за обслуживанием, контроль за управлением корпоративной телефонной сетью вашего заказчика существенно упрощается. То есть, существенно сокращается время обслуживания, существенно сокращаются затраты на обслуживание корпоративных сетей заказчиков. Хотелось бы отметить, что каждый партнер, каждый официальный партнер компании E-Star имеет возможность тестирования данного продукта, данной системы удаленного управления, ремонт менеджмент, каждому партнеру доступна одна линия для тестирования. То есть, одно устройство можно подключить, посмотреть, как все работает, и далее решить для себя, насколько это интересно и нужно. Услуга по управлению телефонными станциями, войсоверой, шлюзами и другими устройствами компании E-Star активируется в личном кабинете партнера. Каждый партнер может завести персональный кабинет, в котором, собственно, открывается возможность получения подключения к интерфейсу удаленного управления устройствами, а также там имеется достаточно большое количество других интересных материалов, с которыми можно ознакомиться. Компания E-Star не имела бы такой разветвленной сети партнеров на территории России, на российском рынке, не имея партнерской программы. Партнерская программа компании E-Star включает очень много моментов. Во-первых, это ранжирование партнеров по уровню, возможность обеспечения роста партнерского уровня на основании определенных условий, возможность партнерских скидок до 40%, то есть регулярные партнерские скидки могут быть до 40%, скидки по промо-программам, скидки по проектной деятельности, специальные бонусы по результатам продаж, возможность регистрации проектов, возможность обучения инженеров, возможность получения расширенной гарантии. Все эти возможности включены в партнерскую программу E-Star. Партнерская программа предоставляется после подписания партнерского соглашения вместе с прайс-листом, в соответствии с которым вы можете ознакомиться с уровнями цен, с рекомендованными ценами, с партнерскими ценами по конкретному уровню. По партнерской программе у нас проводится отдельный вебинар. Как правило, это происходит раз в квартал, и следующий вебинар по партнерской программе у нас будет, я думаю, в марте перед нашим также событием ежегодным обучением онлайн в нашей партнерской академии E-Star. Партнерский портал предоставляет партнеру возможность регистрации проектов, позволяет оценить свой статус, понять, какие действия нужно выполнить для того, чтобы в следующем периоде повысить свой статус. Может, в рамках партнерского портала возможна проверка гарантийного срока устройства, открытия, закрытия проектов и многое другое. Портал полностью русскоязычный, пользоваться очень удобно, сразу можно оценивать и состояние, и видеть все ваши проекты, которые вы ведете с компанией E-Star. То есть каждый партнер может их просмотреть, легко понять, какие проекты ведутся, ни про один не забыть. Партнерская академия E-Star проводится у нас два раза в год, как правило, это весенняя и осенняя сессия, и в рамках партнерской академии специалисты могут обучаться с самого базового уровня, с уровня сертифицированный специалист до уровня эксперта. Проходит это в течение недели, причем хотелось бы отметить, что на данном портале, на портале Академии E-Star, имеется возможность бесплатного обучения по начальному, онлайн обучения по начальному курсу на сертификат сертифицированного специалиста. Все материалы для этого на портале имеются, и после прохождения обучения вы можете сразу же сдать экзамен. После сдачи экзамена, соответственно, специалист получает сертификат от компании E-Star. Итак, какие ключевые преимущества продуктов компании E-Star хотелось бы отметить. Во-первых, это возможность получения достаточно богатой функциональности даже уже в базовой комплектации. То есть бесплатная запись переговоров для S-серии, все базовые возможности телефонии, включая автоответчик, возможности использования сервисов для удаленных сотрудников P-серии также в базовой комплектации доступны. То есть функциональность весьма велика, весьма интересна, даже с учетом базовой комплектации, и при этом также имеется возможность ее расширения с помощью тарифных планов для P-серии, либо с помощью отдельных лицензий для S-серии, которые также существуют на определенное количество сервисов. А каждая АТС телефонной станции производства компании E-Star обладает гарантией до трех лет. С учетом партнерской программы, с учетом статуса партнера срок гарантии также может быть увеличен. Модульность конструкции позволяет скомплектовать продукты компании E-Star под конкретную задачу заказчика. То есть здесь обеспечивается гибкость решения и возможность решения конкретных задач. Производительность обеспечивается встроенной процессорами повышенной мощности. Все, соответственно, обслуживание вызовов любых типов, обслуживание IP-вызовов, вызовов из аналоговых телефонных сетей, вызовов цифровых телефонных сетей, обеспечивается безукоризненно в том объеме одновременных звонков, которые заявляет производитель. Кроме того, обеспечивается также возможность управления и обслуживания всеми типами сервисов с безукоризненным качеством. Все телефонные станции обладают русскоязычным интерфейсом. То есть нет проблемы для пользователя, для системного администратора понять, какие функции для чего необходимы. Система обладает развитой поддержкой, хелпом. И таким образом, в целом, грамотный системный администратор может даже без ознакомления с обучающим курсом разобраться, каким образом телефонную станцию можно, так скажем, в базовом варианте, да, хоть что-то поменять в ней, что-то поправить, добавить какого-нибудь абонента, либо какие-то функции ему изменить. Оборудование всегда находится на складе IP-матика, как в центральном офисе в городе Москва, так и во всех наших филиалах. В любом из наших филиалов вы можете получить, заказать это оборудование и, собственно, с ним работать. Компания E-Star вкладывает большие средства, большие ресурсы в развитие платформы. В развитие платформы P-серии и других своих продуктов. Таким образом, мы видим стремление вендора работать на российском рынке активно, долго и успешно. И, собственно, предлагаем вам следовать этим путем вместе с нами. Какие ключевые преимущества от сотрудничества с компанией E-Star, с компанией IP-матика для наших партнеров? Ну, во-первых, это высокая маржинальность без первоначальных затрат. Говоря о первоначальных затратах, я хотел бы еще раз вернуться к тому, к моменту, связанному с началом работы с новым вендором. Каждый партнер в данном случае несет, безусловно, несет затраты. Он несет затраты по обучению сотрудников, по обучению отдела продаж, по обучению инженеров, как правило, по тестированию оборудования, возможно, в каких-то случаях требуется приобретение. Несет затраты времени, что самое важное. То есть, если партнер начинает работать с вендором, соответственно, он уделяет этому время. Мы помогаем нашим партнерам войти в эту воду, войти в работу с новым вендором с учетом максимальной помощи, с учетом минимальных затрат со стороны партнера. Для этого мы обладаем квалифицированным штатом пресейлов, квалифицированным штатом технических специалистов, большим техническим отделом, возможностью предоставления бесплатного оборудования на тестирование и программного обеспечения тоже, соответственно, бесплатно это все предоставляется. Мы помогаем с подготовкой технических заданий, помогаем с подготовкой конкурсной документации. То есть от вас остается только первичный интерес, первичное желание начать сотрудничество. Все остальное на начальном этапе мы фактически делаем за вас. Безусловно, нам важны и цены партнеры, которые получают компетенции, но вы можете сделать это позже, после того, как вы поймете, насколько интересным, насколько маржинальным и удобным для вашего бизнеса является сотрудничество с компанией E-Star. Партнерская программа предлагает партнерам регулярные уровни скидок. Каждый партнер обладает определенным уровнем и может повышать этот уровень в рамках отчетных периодов так называемых. Собственно, если говорить кратко, то возможность повышения уровня зависит от объема продаж и зависит от наличия квалифицированных специалистов. Чем более квалифицированные специалисты в вашей компании, чем больше у вас объема продаж, соответственно, тем выше ваш партнерский уровень. Регистрация проектов в партнерском портале доступна партнеру любого уровня. Поддержка в этих проектах со стороны компании E-Star и со стороны компании E-P-MATIC абсолютно идентична для партнера любого уровня. Мы здесь не делаем скидок на уровень, мы защищаем каждого нашего партнера и идем с ним рука об руку от первичного интереса до завершения сделки. В рамках регистрации проектов, в рамках поддержки проектов мы подготавливаем технические задания, подготавливаем конкурсные документации, мы работаем с вендором по предоставлению специальных цен, специальных скидок под проект. Причем специальные скидки под проект, безусловно, здесь могут быть существенно больше, чем регулярные партнерские скидки. Это зависит от, собственно, многих условий, от наличия конкурентов в проекте, наличия требований заказчика, каких-то определенных возможностей, связанных с поддержкой последующей этого проекта. То есть здесь достаточно много условий может рассматриваться вендором для предоставления скидки. Мы имеем специальные анкеты, специальные таблицы, с помощью которых мы можем совместно с вами проработать все вопросы, связанные с подготовкой данного проекта. Обучение партнеров предлагается нами в двух вариантах. В первую очередь это онлайн обучение, совершенно бесплатное, на сайте, на портале академии.estart.ru. То есть базовое обучение вы можете пройти легко, онлайн, без абсолютно каких-либо затрат. Обучение пресейлов и продавцов мы также бесплатно организуем для вашей компании по вашему требованию. И два раза в год мы проводим очную академию для возможности обеспечить вашим инженерам более высокий уровень компетенций, с помощью которого вы можете уже, имея таких инженеров, получать более высокие статусы, более высокие скидки и бонусы по партнерской программе. И кроме того, хотелось бы отметить, что мы регулярно каждый квартал выпускаем промо-программы. Те или иные для того или иного состава продуктов, для программного обеспечения, для телефонных станций, войсовера и пешлюзов. Информационная рассылка, которая при этом рассылается партнером, содержит подробную информацию и ссылки, описывающие данные промо-программы. Пожалуйста, пользуйтесь, подписывайтесь на это и участвуйте в наших промо-программах, это принесет вам дополнительную прибыль. В частности, одно из промо-программ, о которой у нас имеется договоренность с компанией E-Star, это возможность тестирования оборудования. Это касается тестирования оборудования не только, так скажем, решений аппаратных, когда вы получаете конкретную коробку с вложенным внутри шлюзом, либо там телефонной станцией, но также и программных продуктов, как, например, телефонной станции K-серии. Вы можете заказать эти K-серии в полной комплектации, в полной конфигурации портов с использованием всех необходимых вам сервисов и тестировать их сроком до 6 месяцев по договоренности, соответственно. Такой запрос возможен через форму, имеющуюся на нашем портале, на портале IP-матик.ru в соответствующем разделе оборудования, либо в виде запроса на почту partneristar.ru. Далее запрос обрабатывается, отправляется вендору и вендор принимает решение о выделении бесплатной лицензии на тестирование того или иного программного продукта, либо оборудования. В настоящее время у нас действуют промо-программы, в частности, это специальная партнерская скидка на малопортовые шлюзы. Таким образом, каждый партнер компании E-Star в настоящее время на малопортовые шлюзы может получить к своей обычной скидке дополнительно 10% скидки. То есть скидка существенно увеличивается, продавать становится более интересно. пользуйтесь, смотрите описание этой промо-программы на нашем портале и подключайтесь к программе. И беспрецедентное, так скажем, предложение нашим партнерам касается телефонных станций P-серии. В настоящее время телефонные станции P-серии, любая из этих телефонных станций, которая продается с включенным тарифным планом Enterprise либо Ultimate, предлагается с дополнительной скидкой от рекомендованной цены. То есть каждый партнер, в зависимости от его уровня, может получить дополнительную скидку. С учетом партнерских уровней такая скидка может доходить практически до 50% от стоимости регулярной цены. Итак, коллеги, на этом в целом наша презентация закончена. Если у вас какие-то появятся дополнительные вопросы, вы можете всегда их задать по электронной почте, которая указана на этом слайде. А сейчас мы приступаем к ответу на вопросы. Первый вопрос, для чего нужны так много портов RG45 в IPA T-серии S50 и S100? Там два порта, один WAN и второй LAN. Остальные порты это у нас FXO и FXS. Сколько SIP аккаунтов и SIP транков поддерживаются от S-серии S? Ну, собственно, по цифре после буквы S это то количество SIP аккаунтов, которая поддерживает та или иная АТС. И, соответственно, количество SIP транков идет разное в зависимости от АТС и начинается от 20 и заканчивается до 60. Планируется ли интеграция с гостиничными сервисами? Да, конечно. Есть Vistar модули, которые позволяют интегрироваться с системами ориентированными для гостиниц. Возможно ли развернуть АТС серии K на какой тестовый период бесплатно? Да, конечно. Александр уже это сказал. Пишите запрос на партнер собака.ipmatika.ru и мы вам предоставим на тестирование. Для схемы K2 нарисовано S300. Она настраивается как независимая АТС со своими абонентами. На K2 эти абоненты не регистрируются и не настраиваются. Я подразумеваю, что вы имеете в виду схему работы, когда используются две АТС в разных территориальных местах. Тогда да, здесь у нас каждый АТС имеет и регистрирует на себе ток тех абонентов, к которым она подключена. А АТС в данном случае связываются между собой транками и абоненты без проблем друг другу могут звонить, набирать, передрисовывать с АТС-1 на АТС-2 и обратно. Я чуть дополню этот момент. Здесь выступает S300 как самостоятельная станция. Да, совершенно верно. Абоненты от S300 на K2 не регистрируются. Но, тем не менее, вся система связи корпоративная в данном случае может работать в рамках согласованного нумерационного плана и управляться с помощью программного обеспечения Remote Management как, собственно, одна система связи. Для Linkus планируется поддержка видео. Здесь E-Star предлагает использовать WebRTC, но со временем, скорее всего, да, будет поддержка видео. Здесь вопрос, наверное, можно расширить. И, наверное, тут вопрос заключается в том, поддерживается ли видео в мобильном клиенте. Да, в мобильном клиенте планируется также включение поддержки видео в следующих релизах. Для администрирования станции удаленной есть ли какие-то средства защиты от злоумышленников из интернета? Плюс тот же вопрос при подключении удаленных сотрудников, я там понимаю, через интернет. Ну, здесь в первую очередь вы можете защитить себя запретом или правилами запрета либо разрешения черными-белыми списками, так называемыми, в случае телефонов, по MAC-адресам. Также вы можете обезопасить себя, если настроить в рамках своей сети, в сети заказчика, все порты, которые необходимы. Что касается со стороны ЕСТАРа, то, конечно, при атаках определенных ЕСТАР, при переборе паролей ЕСТАР будет об этом уведомлять. Уведомления будут происходить в информационной панели, про которую рассказывал Александр, то есть на главной странице вы сможете видеть, кто когда просил доступ к АТС. В случае телефонов здесь самым простым и легким способом это сделать ограничение по MAC-адресу. Что касается удаленных сотрудников, хотел бы отметить, то удаленные сотрудники, в частности для P-серии, подключаются через сервис удаленного доступа RAS-сервис, соответственно, ремонт-аксесс-сервис, который обеспечивает шифрованный туннельный канал связи, соответственно, через этот канал связи проникнуть уже невозможно. Да, также по такой же технологии подключается Lingus софтфон. Если вопросов нет, тогда мы вас благодарим за участие в нашем вебинаре. В любом случае, все вопросы дополнительные, если они у вас появятся, вы можете задавать по электронной почте непосредственно мне, звонить на телефонный номер, который указан в конце презентации. Мы постараемся любой ваш вопрос, любой ваш интерес уже удовлетворить. Так, еще один вопрос от Вадима. Есть ли SIP-TLC? К сожалению, не помню. Можете написать мне свой номер телефона, я посмотрю и вам отвечу. Хорошо. Еще раз всем огромное спасибо за участие. На этом, коллеги, мы презентацию завершаем. Приходите к нам, звоните, пишите, участвуйте в нашей партнерской программе. Всего вам доброго. Спасибо. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok